Смотрите, какая прозрачная водичка. Не знаю, я не рискнула искупаться, мне показалось, что вода холодная. Полный штиль, красота. Мы сейчас находимся на нашем любимом пляже. Это дикий пляж, недалеко от пляжа солнечного пансионата. Сюда приходят местные, купаются с детишками, играют, отдыхают и ныряем в тех камушков. Нам очень здесь нравится. И опять же, это место, где не написано, что нельзя с собакой. Шаня, Шаня, Шаня! Всем привет, с вами Генеджик Лайф. Сегодня 9 апреля, на улице очень теплая погода. Находимся мы на набережной, возле памятнику морякам, погибших в Битве за Кавказ. Расскажем в нашем выпуске про то, как мы устроили ребенка в детский садик. Первоначально, когда мы приехали в Генеджик, наш дом не был еще сдан в эксплуатацию. Документов на руках у нас тоже не было. Соответственно, как и прописки. Мы снимали квартиру и нам удалось сделать временную регистрацию. Ну, с этой регистрацией мы пошли в многофункциональный центр. Там у нас приняли документы и пригласили через неделю в управление образованием. Находится она на молодежной 1А. Далее, на молодежной нам сказали, что, в принципе, проблем как таковых в садикам нету, но придется проводить ребенка временно на группу кратковременного пребывания. А именно эта группа, то есть, не предусматривает то, что ребенка будут кормить и находится, то есть, нужно будет его водить к 9 часам и до 12, всего на 3 часа. Конечно, нам это было неудобно, но других вариантов пока у нас не было. Да, мы поэтому его стали водить на 3 часа в день. Разумеется, это не могло обеспечить устройство на работу, поскольку такой график найти было бы просто нереально. Ну, и мы его водили в группу кратковременного пребывания 2 месяца. 2 месяца где-то, да. Ближе к Новому году, то есть, к декабрю, вернее. Получилось, все-таки позвонили мы туда, узнали, что в нашей группе есть 2 свободных места. Вот, то есть, есть 2 детских кроватки, 2 штавчика. Ну, и уже мы начали звонить на молодежное водеообразование и просить, чтобы нам все-таки выделили место для ребенка на полный день. Вот, на что, в принципе, мы были приятно удивлены, что все-таки пошли навстречу и разрешили, перевели его из кратковременной группы, значит, в постоянную. И вот, начиная со 2 декабря, водюха ходит в садик на полный день. Да, уже полноценно, да. Хочется отметить, очень хорошее в Геленджике образование, то есть, по крайней мере, в детском садике с детьми занимаются, водят их постоянно на какие-то мероприятия. И в океанариум водили, и водили их в кинотеатр, ходили они в музей, и по набережной ходят гулять, то есть, ну, и вообще, в принципе, с детишками занимаются. Вот, то есть, нам все нравится. Мы просто поняли, что можно устроиться в детский сад, действительно, бесплатно. Бесплатно, да. Не то, что там, как пишут на форумах, не устроиться, то, что проблемы постоянно там, да не говоря уж о садиках, со школами-то проблемы. Да. Вот, но, может быть, нам поспорить.